при виде ищи летним жарким днем мы продолжаем остывать в снежные бури и грозы в игре под названием симулятор снега уборщика в прошлой серии милая дама может сказать бабушка подарила нам ну как подарила за 1 доллар продала вот этот прекрасный трактор под названием совет на которой мы повесили плуг для очистки снега с дорог и теперь будем чистить дороги по карте мы видим вот такие вот значки дома все красные это то что мы почистили где лопатки это по второму разу нужно дома очистить но сегодня мы будем заниматься дорогами то есть вот такие вот развилочки зеленые это обозначает очистку дороги и этим мы сегодня и займемся первую дорогу которую мы очистим будет это но прежде чем мы будем уезжать из дома давай я тебе кое-что покажу что я нашел на своей территории смотри сюда под моим домом что то есть прям огромное дыры и туда между прочим снег падает не объясним она факт какая-то дичь тут происходит вот смотри с этой стороны тоже этой земля только что поднялась и мне показалось вот не туда вот снег прям скидываешь плуг тоже туда падает я так всю территорию сейчас вычистил хотел похвастаться этим оставил вам новое сообщение владелец роуз это роста который мне трактор дала снег снова на ее территории появился она просит его убрать надо будет обязательно к ней съездить так как она нам все-таки трактор практически даром отдала ну в общем то увидел да куда я теперь снег убираю под дом территорию вычистил денег здесь больше не нашел это меня чуть-чуть огорчило конечно но я не шибко-то расстроился ну все а теперь поехали чистить дорогу заодно по направлению к нашей дороге прочистим и здешнюю дорогу то уехали до перекрестка который нам необходимо вычистить вот его часть и мы приступаем так же нам нужно не забывать переключать плуг вот например сейчас я чищу в неправильном направлении и как ты видишь справа от меня снег высыпается с плуга поэтому мы сейчас поднимаем и переключаем в другое направление уже третий день чищу эту дорогу и она блестит в прямом смысле от луж а может быть это и не лужи а лед вовсе это дорога уходит куда-то вдаль и я не вижу ее конца посмотреть карту и нифига себе а чё-то как-то я очень далеко уехал от вот этой вот разметочки и где же она кончится у озера но по крайней мере мы туда сейчас съездим и посмотрим что там за озеро такое вдруг едьте встретим там его логово еще шо ухты нифигаси куда я доехал это что за место такое любопытное интересное но она закрыта туда не проехать за шлагбаум а вот и озеро мы до него доехали какое оно шикарное и по моему она даже не замерзла обалдеть ты посмотри как в нем отражаются горы красота неописуемая я подъедем поближе дорога это недоступно к проезду но тем не менее мы можем наблюдать что вода не замерзла и она действительно в жидком состоянии в такой мороз ухты а вон там наверху чей-то домик надо же там люди живут поехали туда проверим как у них дела может помощь какая нужна заодно дорожку к ним прочистим хоть где то есть фонари блин всю дорогу которую я чистил сейчас ни одного фонарика не было тут пожалуйста есть что это такое кемпинг или тоже база отдыха какая-то мне нужно сначала очистить дороги от снега прежде чем туда зайти недоступно то есть великая вероятность что после очистки дороги я смогу здесь под заработать но это будет потом 95 процентов дороги убрано почему 95 процента потому что я заколебался я реально теперь на месяц игрового времени провел чтобы расчистить дорогу вот отсюда вода поехал поехал право-поехал поехал 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 сюда и потом обратного до года вы так так и так Короче, надо было три раза проехать, потому что ты вначале обочину чистишь, потом середину и обочину с другой стороны. Это все очень долго, но тем не менее я справился, 96%. Остается теперь это все где-то сдать, я так полагаю, что вот здесь, где стоит наша меточка. Поехали туда, поднимаем наше забрало и 110 метров едем вперед. До меня только сейчас дошло, почему мэр говорил про пикап. На пикапе, я думаю, блин, ну пикап, видишь, он менее устойчив на такой скользкой дороге, его бы заносило, я бы еще дольше дорогу чистил на самом-то деле, чем на тракторе. Хотя пикап ездит шустрее, намного шустрее. Итак, серьезно, вы мне хотите заплатить 25400? Вот это да! Тщательно расчистите дорогу у парковки, у горы. И настоятельно рекомендуется использовать пикап, так как это большая работа. Ну, я на тракторе, ничего, мне на тракторе тоже было удобно. Все, заканчиваем. Смотри, 50 минут, елки-палки, я час чистил. Все, на этом все. В смысле, почему я видел 22 тысячи, мне там писали, а заплатили всего 1255. Молодец! Главное, приписали. И на счет упало много денег. Хороший день, только сама парковка на горе. Тут должны были заплатить 22 тысячи, я уж обрадовался, мне на все денег хватит, а меня просто взяли, развели и кинули. Да, может быть из-за того, что я не на 100% почистил. Да нет, если бы я на 100% почистил, мне кажется, что мне бы дали ну 3000 долларов, ну ладно, 2000 долларов максимум, а не 1300 или сколько там. И, кстати, поскольку у нас появились деньги, есть вариант прикупить себе зимнюю резину на пикап, перекинуть туда плуг и расчищать дорогу пикапом. Поскольку температура у меня 36,3 по калориям, у меня ничего не тратится, предлагаю тебе заехать по пути еще в эти дома и повторно расчистить их. Так, мы все равно на тракторе, сейчас быстренько их уберем и с набитыми карманами денег поедем дальше. Ух, нифига себе тут чистить не перечистить. Ну что, погнали тогда уж. Блин, если я тут на тракторе-то еле-еле, я представляю, что было бы на пикапе. Так что трактор это вещь по уборке территории именно, а пикап для уборки дороги, если поменять там резину. Блин, даже на тракторе здесь всякую мелочь очень неудобно чистить. Вот, например, видишь, камушки вот эти вот, которые мы объезжаем, я в них стопарь, вот опять застопрился. Их нужно аккуратненько объезжать, а если ты не увидишь, то ты врежешься. Понаставят тут декоративных камней, потом мне мучиться от этого всего. Ну что хочу сказать, территорию я почти убрал и насчет профессионального инструмента. У меня вначале была мысль в голове, а зачем мне профессиональный инструмент, если есть теперь трактор. Но, поубирая территорию возле дома, где есть мелкие всякие детали, я понимаю, что профессиональный инструмент все-таки нужен. Потому что трактор не все тщательно может убрать. Как это бы я сделал вручную? Все, территория убрана не на 100%, скорее всего 98%. Потому что мелкие детали мне чистить лень. Пойдем посмотрим, сколько мне сейчас заплатят. Покидаем наш трактор. Дайте мне денежку. 320 долларов, серьезно? О, смотри, ты расчистил снег на 100% за 8 минут. Очень быстренько. 819! Я думал, мне сейчас 400 баксов заплатят. 819. Вы выполнили специальное задание мистера и миссис Смит. Время от времени проверяйте карту для получения новых специальных заданий. Хорошо. Вообще не дурно. У меня теперь в кармане 2157. Даже на профессиональный инструмент хватит. Ну, я тогда предлагаю, знаешь что, заехать еще в соседний дом. Вот-вот-вот сюда. То есть это прямо напротив. Я сейчас ворот тут открою. Здесь еще убраться. И тогда мне точно хватит и на резину, и на профессиональный инструмент. Прям день балдень. Садимся, поехали. Опускаем наш клуб. И лети гол. Вот и мои снежные клыбы, которые я оставил у ворот. Нужно теперь расчищать, но что-то они как-то не чистятся. Ну, нифига себе, нифига себе. У нас там текстура провалилась. Глянь, какая красота. Асфальт куда-то в недрах земли ушел. В глубины. Ну, что ж, ладно. Оставим это так. Поехали. Тут попросторнее. Вроде даже мелких деталек никаких нету. Поудобнее будет чистить. А, нет, что-то есть во что-то врезаюсь. Это, блин, не круто. Короче, по такому поводу поехали домой. Я сейчас куплю профессиональный инструмент. И заодно посмотрим, как он работает. Мне здесь без него будет тягостно. Я очень долго тут провозюсь так на тракторе. Да, елки-палки. Ну, что ж такое-то? Куда я там врезаюсь-то? Let's go домой. Вот мы и дома. Наконец-то. Сейчас отогреемся. Наедимся. Хотя, кушать-то я, ошибки-то и не хочу. Покупаем, значит, профессиональный электрический снегоуборщик. Купить. Дальше шины. Я бы, конечно, купил шины с цепями, но они очень дорого стоят. Не отказался бы хотя бы от шипованных. Они стоят тысячу. И вот еще есть зима за 600. Это липучка, я так полагаю. Но липучка в снег это такое себе удовольствие. Лучше шипы купить. Потому что под снегом лед. Я думаю, что стоит доплатить эти 400 долларов и купить за косарь. Окей. Дожидаемся наш электровеничек. Курьер привез коробочку. Теперь у вас есть бензиновый снегоуборщик. Он не только быстрый и эффективный, но и не накапливает снег. А разбрасывает его по всей территории. Класс. Поехали тестировать. Я приехал. Выхожу с трактором. И достаю свой электровеник. Приступаем к очистке. О, да он очень шустрый, слушай. Прям класс. И снег из сопла выкидывается. Куда-то воздух. Классный аппарат. Мне он нравится. Прям то, что нужно для ручной работы. Единственное, что мне не нравится, это то, что когда он едет, он же самоходный. Этот электровенчик у нас. Им трудно поворачивать. И из-за этого я постоянно куда-то врезаюсь. Безусловно, это классный аппарат. Но чего мне не достает, это чтобы можно было вперед. Вот проехал, потом назад. Потом вперед. Но так как это самоходка, конечно, назад ездить он не умеет. Только вперед, только вверх. Еще что заметил, я уже сколько территории прибрал. Калории при помощи этого аппарата практически и не тратятся. Ну что логично. По сути, эта машинка сама себя толкает. А я всего лишь рулевой. Ну все, дальше дело техники. Потом снова вручную почищу. Чего не дочистил. Остался маленький пятачок. Сейчас я его дочищу. И в принципе все. Территория зачищена. Конечно, не так хорошо, как хотелось бы, но я ленивая жопа. Я большую часть на тракторе здесь все очистил. Конечно же, выходил периодически. Вот тут еще чуть-чуть. А, тут нельзя, тут только лопаты. Ну все, выходит. Выходит, что можно сдаваться. 99 процентов. Блин, нет, я хочу 100. А то мне денег мало дадут. Пойду еще почищу что-нибудь тут. Скребком. Давно скребком не работал. А вот такие вот места только лопаткой. Тут вообще ничего не подлезешь. Даже скребком. Вот. И у дома тоже. И так, и сяк. Работаешь, профессиональные инструменты покупаешь. А в итоге без лопаты тоже никак не подлезешь. Даже тут вот, смотри. Близко-то и... Ого, что это было сейчас? Близко прям совсем не уберешь. Да что опять? Меня как будто срывает бошку. Вот. Это максимум, который я тут смог убрать. И здесь вот еще тоже. Хоп. Что, все? Пойдем проверим. Вот тут вот еще копнем, конечно же. Копнем. А, нет, не копнем. Ну чуть-чуть. Из бочины вот так вот. Порыбрик мешает. Порыбрик, порыбрик. Ну все, на 100%. Да, 14 минут убирал. Косарь, да. Мне теперь на резину хватит. На шипованную резину. Ё-моё. Пошли огонь. Поехали скорее домой. До меня только сейчас дошло, что я в прошлой серии машину-то оставил. Далеко-далеко на перекрестке. Вот она стоит. Слава богу, ее никто еще там не украл. Никакие воришки. Сейчас мы докупим колеса. Ее нужно будет сюда привезти. Поменять колеса. Переодеть плуг. Шины, значит, вот за косарь покупаем. Как раз то, что хотел. Нам их сейчас должны привезти. А я, я тогда пошел за пикапом. Трактор пускай здесь стоит. О, пурьер как раз шины привез. Владелец-мажор, это, кстати, мэр, оставил вам сообщение. Снег снова покрыл его собственность. И просит убрать его. Окей. Я скоро к тебе приеду. Загляну, что там у тебя. А у него же капец какая огромная территория. Там чистить. У-у-у, сколько надо будет. Вот мы добежали до пикапчика. Запрыгиваем. Я что-то, кстати, дорожку расчистил. Сейчас посмотрим, как по расчищенной дороге на вот этой резине ехать. Нормально или все равно скользко. Слушай, не, по этой дороге ехать так же, как по заснеженной. Машина неуправляемая. Как корова на льду. Все-таки, значит, это не лужи на асфальте, а лед. Прям корка льда. Правильно я сделал, что купил резиновые шипы. А, резиновые. Шипованные резины. Запутался все. Шипованную резину. Вот что я хотел сказать. Но так тоже можно. Резиновые шипы. Значит, вот она наша шиповка. Новенькая. 0% износа. Но почему-то она уже в снегу. Надеваем. На наш пикапчик. Пойдем посмотрим. Ну, вроде бы стоит. Стоит. Это та самая резина. Сейчас я заеду вот тут на свет. Чтоб на свету понять. Ну да, да, да. Вот они, шипы красные. Ништяк. Теперь надо снять с трактора плуг. Поставлю его. Сейчас развернусь. Не поленюсь. Развернусь, чтобы удобнее было. На выезде его оставим. Отстегнем. Убираем. А трактор тогда в гаражик. Задним ходом заезжает. Пускай отдыхает. Пикап. Достало твое время. Сейчас будем тебя тестировать на шипах. Ну, вот я назад сдаю. Колеса прокручиваются. Значит. Не буду ничего сейчас пока говорить. Вот сейчас покатаемся. О-о-о. Слушай, зацеп прямо хороший. И машина стала шустрее ехать. Намного шустрее. И поворотливее. Прям вообще. Хорошо управляется. Слушай, маячки сейчас включим. Куда мы едем? Мы едем, едем, едем. Дорогу убирать. Надо вот эту дорогу убрать. О! Горная автостоянка, которую нам нужно убрать. Поехали туда. Мы сейчас туда поедем. Поехали. Сейчас заодно опустим наш плуг и проверим, как машина будет ехать с плугом на этой резине. Как нам туда проще всего добраться. Нам нужно будет на широкую дорогу выехать. Вот на эту. Ее, кстати, тоже надо будет почистить потом. И на этой прямой широкой дороге мы сейчас выясним, какая максимальная скорость у нашей тачки. О! Это же дом бабули. Ну, куда я загляну? Бабуля, которая нам даром отдала трактор. О! Тут убирать ее... В другой раз, бабуль. В другой. Я, конечно, безмерно тебе благодарен за трактор. Он мне помогает зарабатывать бабки. Но я к тебе заеду чуть позже, окей? К тому же сейчас ночь. Снег просто валит из-под колес. Значит, вот она, эта дорога широкая. Двухполосная. Ее нужно тоже от снега убирать. Сейчас мы плуг здесь опустим. И погнали. На всю мощь! Блин, а с плугом что-то как-то не очень едет, да? А если плуг поднять? Поехали. О, наваливает как, смотри! Вот это хорошо! Вот это хорошо. А вот и заправка, кстати. Что-то по бензину. Регуляр. Доллар восемьдесят восемь плюс. Доллар девяносто девять. Премиум за два тридцать три. Дизель два пятьдесят пять. Дороговато как-то. Дороговато. Окей. Опускаем плуг и поехали. Скорость мы проверили. Едем очень шустро без плуга. С плугом, понятное дело, помедленнее. Куда нам вообще ехать сейчас? Вот тут поворачиваем и вот так вот. Окей. Эта дорога не очищена. Так вот мы сейчас ее почистим. Не переживайте. Заодно и прокатимся по ней. Слушай, однозначно с этой резиной на пикапе дорогу убирать гораздо приятнее, чем на тракторе. Однозначно. И быстрее, и приятнее. От первого лица сейчас погоняем тут. Мы едем, едем, едем на курортные горы, чтобы почистить там парковку и заработать кучу бабла. А это что за место? Домик какой-то. Что это тут за домик? Нифига себе. Какой он огромный. Но скорее всего мы тут тоже будем что-то убирать. Но потом. Места тут красивейшие. И в этой серии походу про призраков, НЛО и Йети ничего не будет. Что странно. Вроде бы ездим по дороге, да. И могло бы что-нибудь выскочить. Какое-нибудь безумное существо или полтергейст. О, выехали на дорогу, которую мы чистили трактором. Класс. Сейчас пух тогда подниму. Здесь он нам не нужен. И поехали. Мы же в правильном направлении движемся. Да, почти доехали. Давай, давай. Что-то, что-то не едет вперед. Слушай. А что-то вперед. Во! 4 ВД врубилось. И нормально. Знаешь, игра сейчас стала напоминать мне, когда подключился полный привод, про бездорожье, оффроудовские всякие гоночки, где нужно преодолевать грязь. Вроде бы вот она, эта парковка. Мы снова к ней подъехали. Да! Можно ее почистить. Сейчас будем ее убирать. Плук опускаем. И заезжаем. Горная автостоянка. Это место, откуда туристы отправляются в горы. Очистив всю парковку у горы, только остерегайтесь элементов, торчащих из земли. Не вопрос. Ну, опа. Вот тут элемент какой-то торчащий из земли. А мне тут, кстати, не надо убирать. Мне надо вон ту полоску убрать. Сейчас. Я поверну. Что-то не могу повернуть. Тяжело как-то. Вот. Слушайте, ну после уборки дороги это вообще пигня какая-то. Тут даже убирать-то нечего. Я думал, мне по кругу тут проехаться нужно. Ну, я, кстати, по кругу сейчас и проеду. Мне так будет проще. О, 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 дрифт, 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 дрифт. Ушел боком. Красава. С пугом причем. Снег, видимо, стал плотнее, тяжелее. И машина не хочет ехать прямо от слова совсем. Даже на этой резине. Тут нужна резина с цепью, скорее всего. Давай, поехали. Пайп-лог надо переключить. С борта сыпется. Ёлки-палки. Блин, походу все. Резина у меня кончилась. Какой-то страшный недержак. Просто смотри, вот я торможу и машина катится. Шипы вообще не спасают. 99% и 8% я вычистил. Блин, это плохо. Плохо надо убрать это. Поднимаем плуг. Разворачиваем. Опускаем. Вот так вот. 99,9. Я думаю, что все это как под 100% сойдет. Дайте мне бабки, пожалуйста. Бабки, бабочки. Все, 100% даже. Здесь есть почтовый... Да, есть. 2400 мне должны заплатить. Это максимальная сумма. 57 минут я потратил. Серьезно? Это слишком много для этой парковки. Тут убирать-то фигня. 3600 мне заплатили. Сотрудник полугодия. Очистить от снега 10 объектов недвижимости на 100%. О, я сотрудник полугодия, елки-палки. Вы прекрасно справились с этой задачей. Это впечатляет. Вы разговаривали с расстроенным туристом. Владелец парковки был доволен и позвонил своему другу из горной хижины. Это будет хороший заказ. Оттуда открывается прекрасный вид. А, ну я там был, кстати. Туда доезжал. И что-то турист еще где-то должен быть. Турист. Вон он вышел. Сейчас я до него доеду. Спрошу, что там. Как там? Туристик. Что ты хочешь нам там рассказать? Может, ты видел кого? Где-то здесь он стоит. Спрятался. Не видно его теперь. А потом к вопросительному знаку поедем. Здорово, турист. О, девочка. Что расскажешь? Эй, слушай, мне нужно рассказать тебе о моей последней поездке в горы. Это было самое странное приключение в моей жизни. Я встретил там что-то удивительное, и теперь я в ужасе. Я не советую тебе туда идти. Может, расскажешь мне побольше? Существует множество легенд. Ну, давай вначале спросим ее, что она там видела. Вы можете более точно описать, что произошло. Я медленно возвращался из гор, когда увидел странную фигуру между деревьями. Я пошел туда и медленно прокрался по следам. Внезапно следы оборвались, и на снегу я нашел странный артефакт. Я возвращаюсь на работу, опишите это существо, как выглядел этот артефакт. Опишите существо, артефакт потом. Вы можете точно описать существо? Я не очень внимательно посмотрел на него. Я увидел больше тени между деревьями, чем самого персонажа. Это я должен... В смысле чего? Тут, короче, с переводом вообще беда, с текстами тоже беда. Мне сейчас как будто вот это вот, то, что я прочитал, нужно выбрать и сказать ей. Но это же ее диалог вроде бы как. Ну да, это ее диалог. Я не очень внимательно посмотрел на него. Я увидел большую тень между деревьями, чем самого персонажа. Интересная история. Как выглядел этот артефакт? Рассказывай. У меня нет ни малейшего представления, что это был за артефакт. Он выглядел совершенно чужеродным. У него был металлический блеск и геометрические узоры. Угу. А где вы потеряли... Она же не теряла артефакт, она его просто увидела. Позже я услышал ужасный рев и немедленно начал бежать. Как никогда раньше. К сожалению, я потерял этот артефакт во время бегства. Черт. Ну я вернусь, чтобы найти его. А, то есть ты все-таки взял этот артефакт и... Ну понятно. А где вы потеряли артефакт? Ты помнишь, где я потерял артефакт? Я потерял его где-то в таком маленьком пространстве. Это было рядом с парковкой. Но помни, что там опасно. И я все еще чувствую, что что-то скрывается в тени. Я пойду искать его. Ты меня заинтересовал этой историей. Думаю, я отправлюсь искать этот артефакт. И спасибо за предупреждение. Буду осторожен. Уф, 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 уф. Мы сейчас пойдем искать в лес этот артефакт. Мне, кстати, в комментариях писали, что на артефакте нарисована вода и человечек, да, как будто он плывет по этой воде. А сам герой главный не умеет плавать. И, возможно, эти артефакты, если мы все соберем, мы научимся плавать и сможем преодолевать речку. Вот такие вот догадки есть у меня в комментариях. Подписчики написали. А мы бежим искать этот артефакт. Где-то здесь он его видел. Маленькое пространство. Вроде бы из дерева никто не выглядывает. Вон там никто не выглядывает же. Где моя лопата? Лопат. А прикинь, я лопату не могу достать. Вот это прикол. Я не могу здесь достать лопату, что очень странно. А на территории я смогу вот здесь достать? Вот лопату здесь достал. А как же мне тогда там откапывать? Ну, я просто сейчас с лопатой в руках туда добегу и попробую откопать. Ну же. Темно так стало. Где-то, где-то, где-то здесь. А здесь и не копается, прикинь. Ха. Ага, ага. Тут даже снег, следов моих нету. Тут по идее как бы снега нету. Просто должен быть где-то артефакт. Он лежит. Или что? Я опять лопату убрать не могу. Ё-моё. Пойду вниз спущусь, короче. Здесь, короче... О, а это что такое? Ничего себе. Я нашёл, как открывать диагностическое меню игры. А чё ещё можно открыть? Ладно, нам это сейчас не так важно. Нам важно разобраться. Ну, лопата чуть. Так. Этот сраный артефакт. Кто ж его знает, как достать? Лопату надо убрать. Вот, убрали лопату. Пойдём ещё раз туда. Звуки снега появились, представляешь? Мы были ночью. Я здесь ничего не нашёл. Мы днём. Я здесь тоже ничего... О! О! И вот лопаты теперь достаётся. И вот артефакт. А чё было-то? Что произошло? Кстати, смотри. Горы. Артефакт с горой. А тут вода. Волны и... Вот. Тут не человечек, короче, нарисовано что-то. Волны и воздух, ветер. А там, когда я смотрел, было нарисовано что-то в виде гор. Ну, хорошо, мы заберём этот артефакт. О! Горный артефакт! Найти горный артефакт. Нашли. Мы молодцы. Ну что, я предлагаю ехать домой. Сколько у нас там денег? 3753. Я теперь могу купить шины с цепями. И термос смогу себе купить. И ещё что-нибудь. И надо заодно посмотреть... Такое ощущение, как будто колесо спустило, да? Мне его пробили. Надо будет посмотреть... Что по прочности моей резине. Она износилась или нет? В общем, едем домой. По карте сейчас посмотрю. У нас тут... У нас тут домик ещё какой-нибудь нарисовался? Нет. Никакого домика здесь нет. Удивительно. В общем, как-то так. Если тебе понравилось, и ты хочешь увидеть продолжение этой игры... То с тебя лайк и подписочка. А я еду на бешеной скорости домой. Чтобы отоспаться. О-о-о! Вот это скорость! Боже мой! Ничего себе нитро! Я думаю, что с резиной у нас всё в порядке. В общем, с тебя лайк. Вот прямо сейчас опускайся вниз. Ставь лайкос. Подписывайся. И тогда мы вновь увидимся в новом ролике. А на сегодня это всё. До встречи!